С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульянова. В Ненецком округе утвердили план мероприятий по мобилизации доходов бюджета. Документ разработан по поручению президента России и накануне утвержден администрацией региона. Главная цель документа – повышение эффективности использования финансовых ресурсов. Как отметили в Департаменте финансов и экономики округа, исполнение плана позволит обеспечить поступление средств в окружной бюджет и оптимизировать существующие расходы. В соответствии с планом предполагается совместная работа органов исполнительной власти округа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, отдела ГИБДД, Федеральной службы судебных приставов. План содержит 19 мероприятий. Среди них оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот и принятие мер по постановке на налоговый учет организаций, осуществляющих деятельность в регионе. Мониторинг финансово-экономического состояния ряда предприятий, и в том числе системообразующих, оптимизация расходов, ГОПов и МУПов и другие направления. Первый специализированный сельскохозяйственный рынок откроется в Наринмаре к концу 2017 года. Сегодня на месте будущей торговой площадки закладывается фундамент. Частный предприниматель ведет строительство на собственные средства с окружной поддержкой. Наша съемочная группа пообщалась с автором перспективного проекта на строительной площадке. Сейчас идут работы по закладке закладных деталей, анкерные болты. Для Виктора Хабарова это не первая стройка в жизни. За всю трудовую деятельность предприниматель руководил не одним подрядом. Но это здание совершенно не похоже на все предыдущие, как по архитектуре, так и по содержанию. Здесь будет располагаться первый в Ненецком округе сельскохозяйственный рынок. В нашем регионе достаточно представлены производители рыбной, мясной продукции, молочной. Также сейчас идет тенденция у предпринимателей по восстановлению сельского хозяйства, в том числе рыбалка, фермы и тому подобное. То есть, эта тема актуальная, но нет места, где это было бы все сконцентрировано. По словам Виктора, сегодня, чтобы закупить продукты для семьи, приходится обойти не один магазин. Местные мясо, рыба, овощи, молочные продукты и выпечка продаются в разных точках. Идея рынка – объединить всех производителей и продавцов сельхозпродукции под одной крышей. Два этажа в 1200 квадратных метров станут первой специализированной торговой площадкой для сельхозтоваров. Специализированной, потому что строительство проводится с учетом федеральных стандартов. Кроме того, здание будущего рынка рассчитано на эксплуатацию в условиях Крайнего Севера. Подобные проекты сооружений есть в Красноярском крае. Здание будет собрано из сэндвич-панелей на основе металлоконструкций. Они уже закуплены на средства гранта. В мае Виктор стал победителем окружного конкурса грантов и получил на реализацию проекта 1 миллион рублей. Приоритет – это, конечно же, сельские населённые пункты, приоритет – это обрабатывающее производство, приоритет – сфера образования, медицины и персональных услуг. Следующий конкурс мы планируем провести в июле-август. Пока идёт стройка, Виктор думает о потенциальных арендаторах. Занять торговую площадь уже сегодня планируют окружные и сельские предприятия, фермеры, рыбаки и мастера народных промыслов. Любители экстремального вида спорта смогут тренироваться в скейт-парке. Проект спортивной площадки разработан, деньги выделены. Бассейн закрыт, но скоро откроется. В Норде приступили к ремонту большой чаши и джакузи. В Ненецком округе идут плановые рейды по образовательным учреждениям. Комиссия профильного департамента проверяет, как проходит ремонт и будет ли он завершён к началу учебного года. Уже проинспектированы несколько школ и детских садов Нарьинмара и посёлка Искателей. Во всех зданиях ремонт будет завершён к концу июля. Приём образовательных учреждений начнётся в середине августа. Косметическим ремонтом в детском саду «Солнышко» занимается не только подрядчик, но и работники дошкольного учреждения. Это обычная практика. Сотрудники школы детских садов сами белят стены, красят пол, моют мебель и окна. Главное, чтобы дети начали учебный год в чистых и безопасных помещениях. Для этого в школах ремонтируют полы, внутренние сети, электроснабжения, туалеты и обновляют мебель. Как только начинаются ремонтные работы, уже начинаем проверять, насколько идут они, насколько всё прошло хорошо и сами закупочные, кто выиграл, как начали работать, насколько подрядчик активизировался уже в своей работе. Ну, надо сказать, что неплохо. Неплохо начали в этом году. Вчера мы посмотрели большие ремонты. Это школы искателей, перебор идёт, полов и подъём. Их там такая работа достаточно большая. Но подрядчик работает неплохо. Они планируют завершить фактически все до конца июля. Всего на поддерживающий косметический ремонт образовательных учреждений из окружного бюджета выделено 44 миллиона рублей, в том числе 17 на ремонт школ, 23 детских садов и три учреждения среднего профобразования. Например, в общежитии социально-гуманитарного колледжа будут улучшены кухни для студентов и некоторые комнаты. В самом колледже будет покрашен пол спортзала и столовая. В спортзале крашу полы и семерку хотим сделать аудиторию, поменять. Несмотря на экономию бюджетных средств, все плановые работы проводятся в полном объёме и в срок. Финансирование предусмотрено и на решение вопросов пожарной безопасности и санитарного законодательства. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ремонтируют сегодня и учреждения дополнительного образования. На одну неделю закрылся бассейн Дворца спорта «Норд». Там запланировано обновление большой ванны, джакузи, также техническое обслуживание водной горки. Последний капитальный ремонт в бассейне проводили три года назад. Тогда практически полностью поменяли внешний вид трёх чаш. В том же году провели модернизацию бассейна. Появилась новая система хронометража. Она автоматически срабатывает, когда только спортсмен касается бортика. В этом году ремонт будет косметическим. Это ежегодные традиционные технические регламентные работы. Воду мы спускаем и сейчас происходит проклейка бассейна. Подготовка его к новому учебному году. А вот у вас, вы говорили, что работали с какими-то химикатами. Это что именно делали? С химикатами? Нет. Это обработка химикатами непосредственно бортиков и самого бассейна. Также отремонтируют любимую жителями округа аквагорку. На ней необходимо затереть швы, подкрутить места соединения деталей, проверить работу мотора. Не останется без внимания бригады и джакузи. Как? Без ремонта? Не может быть. Бассейн не вечный. Ремонтировать нужно. Регламентную работу нужно проводить постоянно. А вот что еще, кроме проклейки, будет проводиться? Ну, будет проводиться в джакузи затирка швов. Как правило, шпаклевка тоже выпадает. Понимаете, джакузи у нас работает. И также будут проводиться технические работы по насосу, проверяться и так далее. Все оборудование техническое. Ремонтные работы в бассейне закончатся 17 июля. И в понедельник она будет готова принять первых пловцов. Согласно штатному расписанию, поплавать в бассейне можно в утренние, дневные и вечерние сеансы. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В столице Нинецкого округа появится первый скейт-парк. Площадка для скейтбордистов будет построена в районе улицы Рыбников. Проект профинансирует компания «Лукойл Коми» в рамках социально-экономического партнерства с регионом. Парк станет тренировочной площадкой любителей таких экстремальных видов спорта, как велосипед BMX, скейтборд и ролики. Также в скейт-парке можно будет проводить серьезные соревнования, рассказывая директор молодежного центра Данил Исполинов. Нужно также понимать, что если появится такой скейт-парк, у нас и вырастет число скейтбордистов, то есть это однозначно. Так же, как если где-то ставят футбольные поля, то сразу растет количество футболистов. Поэтому вот здесь мы на перспективу работаем. То есть это не значит, что это чисто удовлетворить пожелания нынешних скейтов. Это проект на все времена и на все уровни, от самых начинающих, тех, кто только встал на скейт, до профессионалов. Площадка будет оборудована горками, элементами скольжений и халф-пайпами. Конкурсные процедуры на асфальтирование территории парка и монтаж самого объекта будут объявлены ГБО «Донао» и «Ледовый дворец спорта» труд в ближайшее время. Работы планируется завершить до наступления зимы. В окрестностях Пустозерска найдено более 500 артефактов каменного века. Наконечники стрел, фрагменты керамической посуды и орудий труда привезли сотрудники Пустозерского и Краевеческого музеев из археологической экспедиции. Исследования молодых ученых станут первым шагом на пути углубленного изучения скрытых памятников старины Пустозерска и его окрестностей. Необычные находки эпохи Мезолита, Неолита и раннего бронзового века найдены практически на поверхности Земли. На языке ученых это называется подъемный материал, то есть когда для сбора археологических объектов не проводятся раскопки и земляные работы. Артефакты, которые в свое время были тем или иным путем утрачены древним человеком, сломаны, разбиты, забракованы, выброшены, потеряны во время охоты. Ну и само собой, они, видимо, не были хозяином подобраны, постепенно их занесло песком, а так как на песчаных выдувах почва постоянно двигается, песок перемещается, а объекты, постепенно освобождаясь от слоя песка, выходят на поверхность. Район Восточного побережья Городецкого озера, где проходила недельная экспедиция, вообще богат на древние артефакты. Ежегодно туда приезжают ученые из Архангельска, Сыктывкара, Москвы и других городов России и мира. Такая экспедиция первая, потому что проводилась исключительно с сотрудниками местных учреждений. Два сотрудника из Нинецкого окружного кровеческого музея и один сотрудник из Пустозерского музея-заповедника. Сейчас по всему собранному материалу составляется фотоотчёт, который отправится в Министерство культуры. Сами находки останутся в музее. Чтобы выставить их на экспозицию, необходимо установить датировку. Этим будут заниматься сами сотрудники музея на основе научной литературы. Ещё одна совместная археологическая поездка двух музеев в район Пустозерска стартует 7 августа. Её цель – продолжение начатых в 2015 году археологических раскопок эпохи Средневековья Югорская сопка. Музей-заповедник Пустозерск подготовят к празднику. В преддверии Дня Пустозерска группа волонтёров отправится в полевой лагерь в места основания первого города в Заполярье. Десять студентов Нинецкого аграрно-экономического техникума и Нинецкого профучилища приведут в порядок территорию музея. Это уже не первый опыт волонтёрства строя отрядов. В 2015 году 15 студентов помогли благоустроить территорию заповедника Нинецкий. Студент социально-гуманитарного колледжа Максим Ахнаткин выбрал для себя профессию программиста, но открыт для всего нового и интересного. С большим восхищением он вспоминает свою первую поездку в волонтёрский лагерь в прошлом году. На раскопках ему удалось обнаружить древний топор, возраст которого устанавливается учёными. Интересно жить в палатках на природе, вдали от цивилизации. Узнал, как археология, как раскопки ведутся. Узнал, как примерно дату находкам дают, как слои узнают, как по слоям узнают. От нынешней поездки студенты ждут не меньших впечатлений. Волонтёрам расскажут об основах геоботанического описания ландшафтов, проведении археологических исследований. Для улучшения туристической среды ребята изготовят навигационные таблички в рамках проекта «Древними дорогами Пустозерия». Но самая главная задача волонтёрского отряда – привести в порядок территорию историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск. Планируются четыре точки для размещения нашего лагеря. Это территория городища на реке Гнилке, то есть в районе двух километров от Пустозерска. Потом территория, прилегающая к Пустозерскому городищу. Территория, находящаяся недалеко от деревни Усти, само собой. Именно на этой точке и планируется подготовка к предстоящему празднованию Дня Пустозерска. Само собой, с подготовкой деревни к празднованию Дня Пустозерска. И последняя точка – это Егорская сопка. К лагерю организаторы готовятся основательно. Помимо личных вещей и еды, необходимо взять электрогенератор, GPS-навигатор и портативную метеостанцию. С помощью прибора ребята будут проводить метеонаблюдение. Все данные с помощью ноутбука три раза в неделю будут передаваться в музей. Полный комплект оборудования и оснащения позволит в полной мере подготовить музей-заповедник, встречи гостей из других регионов. Ежегодно они приезжают на празднование Дня Пустозерска 10 сентября. Это будет большой съезжий праздник. Приглашены коллективы Нижепечурия. Уже подтвердили участие свое коллективы из Великовисочного, из Оксина. Конечно же, это Тельвийска. Там запланирована будет и экскурсионная программа. Мы хотим подготовить и открыть выставку по истории деревни Устья и по истории Пустозерска. Будет организовано торговля, будет организовано выступление творческих коллективов, катание на Карбасе. Музей-заповедник Пустозерск – богатый опыт проведения лагерей в полевых условиях. Начиная с 1996 года, в летнее время проводились эколого-краеведческие и волонтерские лагеря. В 2014 году на базе музея проходили практику наринмарские студенты и их сверстники из САФУ. Строиотряды формируются в Ненинском округе с 2012 года и финансируются за счет госпрограммы «Молодежь НАУ». Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». В окрестностях Нарьинмара созревает морожка. И, судя по всему, урожая хватит на всех. Даже на возвышенных местах, благодаря необычно жаркому лету и отсутствию ветров, ягод много. Да, морожка уже созрела. Традиционно эта северная ягода начинает свистеть с середины июня, а плодоносит ровно через 30 дней, как мы и видим. Морожку можно есть в свежем виде, можно варить соки, морсы, компоты или печь пироги. А еще на морожке можно заработать. То есть собирать и сдавать в потребительские общества. Особенно активно собирают ягоды жители Нижней Пеши, Омы, Неси, Харуты, Усть-Кары и Каратайки. Им выплачивается порядка 250 рублей за один килограмм морожки и от 120 до 150 рублей за другие ягоды. Жители Севера прогнозируют урожайность морожки по разным приметам. У ученых подход научный. В заповеднике Ненецке идет очередной этап мониторинга урожайности морожки. Проект продолжается четвертый год. Царскую ягоду фотографируют, измеряют и пересчитывают ученые из Москвы. Мария Мишина – волонтер непростой. Она – кандидат биологических наук. Окончила Белорусскую сельхозакадемию, Институт экспериментальной ботаники и Токийский университет сельского хозяйства и технологий. Здесь, на территории заповедника Ненецкий, в Кузнецкой губе, проводят мониторинг морожки, то есть выясняют особенности роста и развития этой ягоды. Чтобы получить объективные данные, Марии приходится обследовать разные участки – ровную поверхность, склоны, низины, болотные кочки. Данные собираются с площади одного квадратного метра. Сколько женских и мужских растений, высота – от самого низкого до самого высокого. Для чистоты исследований волонтеру приходится делать более 300 снимков в день. В кадре только морожка. Я обследовала несколько популяций морожки и сделала выводы, что морожка, которая произрастает на возвышенных местах, она раньше вступает в период светения. То есть она раньше начнет плодонаносить, и ее продуктивность будет выше, чем у морожки, которая произрастает в низменных местах. Также были собраны биометрические показатели, но данные нуждаются в дальнейшей обработке. За день Мария успевает обследовать около 16 популяций. Ходить приходится много, но молодой ученый доволен разнообразием и богатством тундры. Наша северная ягода цветет с июня по июль, поэтому на снимке и белые цветы, и уже красные чашелистики с завязью. И еще видны совсем молодые растения. Кроме замеров, большое значение для полноты исследования имеет вес листьев растения. Вот такие невесомые листья взвешиваются с точностью до миллиграмма. Данные фиксируются, а образцы сохраняются в высушенном виде. Именно с ними биологи будут работать в Москве. Еще одна цель исследований – определить, от каких факторов зависит урожайность лекарственных растений на примере морожки обыкновенной. Это поможет ученым составлять точный прогноз урожая. Валентина Чебичек, Мария Кравченко, Александр Дуркин, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова